Простите эту машину, я вас подпишу, значит, смотрите, здесь нас, ну вот видите, за сколько нас, мы очень радикально настроим, вас, если даже полторы тысячи человек не забыло, ну, в любом случае, не пропускайте, граница закрыта, это не просто так, ну, не просто так тебе говорят. На какого времени? Она безгранично будет закрыта, пока не отменят закон о свободном экономической зоне. Мы это не раз уже говорили сегодня, если вы не слышали просто, ваши собственники слышали, они просто думали, что это будет не очень серьезно, что мы там можем договориться, что-то еще. Нам здесь начали предлагать, нам предлагать начали деньги, уже занят, давайте договоримся, с нами никто не договорится под деньгами, никто. Бесполезно, нет таких денег, чтобы нам родину вернуть, бесполезно, поэтому мы сейчас здесь стоим, как только мы договоримся о том, что будут ребят, наши хлопцы, походу выпускать, те, которые насильно удерживают там, мы будем ГУМ-конвой отправлять, пожалуйста. Смотрите, вот эти ваши хозяева, они точно так же будут, как вам, вот они вам дают работу, они вам дают зарплату, я не знаю, конверты, по ведомости, но точно так же они взаимодействуют с Аксеновым, Шереметом, я вам называю по имени главного бандита Крыма, ШСБшниками. Вы звоните обратно, скажите, там ребята сказали, договоритесь с ними, чтобы они отпустили наших, пусть они договариваются, у них что-то пропадает все это. Я еще раз говорю, так не бывает в этой жизни, что один теряет все, Родину теряет, а второй картошку хочет, прибыльно продать. У вас есть партнеры, это ваши работодатели, говорите с ними, они знают, как это делать, когда они несут чемоданчиками туда деньги, Аксеновым, они же тропинку знают, пусть они найдут ребенку по нашим проблемам, пусть отпустят заложники. Как минимум. Услышали? Да есть, мы заложники. Заложники тех, кто в тюрьме. Ну, мы тоже. Что нам делать? Ну, вы слышали, скажите, что нам делать? Развернитесь, езжайте, находите новые рынки Сбыта, звоните своим собственникам, скажите, вот что мы, крымские татары, перекрыли границу. Здесь подлетов Украины будет каждый день все больше, 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 больше. Волнами будет народ прибывать. Это сегодня первый день будет. Ребята, здесь есть разные, здесь как раз крымские татары, здесь, если бы то были только крымские татары. Здесь есть украинцы, здесь есть русские. Я не спрашивал людей, какой они национальности, я просто знаю города. Львов, Николаев, Херсон завтра поднятие. Я чернигов не стою. Это патриот Украины. Да, да, я советую. Ну, хотите, пусть они уступают разговору. Просто вы не берите меня, как крымского татарина, как бы вот на жалость или тому подобное. Я просто знаю про свою беду больше. Но я же могу вам другой сказать. Слушайте, ребята, ну, Олег Синцов. 20 лет заточения. Каких это денег стоит? А картошки сколько? Да, да, сколько он стоит. А его рядом соратник Саша Котчик. Это крымские люди, они с нами вместе выросли. Их посадили буквально две недели назад. Что нам делать, нам скажите? Да что ты их попугайся, тебе же 10 раз сказали. Или ты глупый? Разворачивай. Ребят, разворачивай. Пока, пока не портится. Сейчас будет разный, разный. А сколько можно раз отвечать на один и тот же вопрос? Одно и тот же. Сколько можно раз отвечать на один и тот же вопрос? Разворачивайся сейчас, разворачивайся. Уже сказано столько слов, что вам говорят. Вот знаете, человек отбывает перед выбором, вот я сейчас перед этим выбором. Все просто ваше, я понимаю. Топлива, говорю, нет, денег нет. Я все это понимаю, но то, что там, это неоценимо то, что у вас. И хватит, я всех понимаю больше. Ребята, вам надо разъезжаться. Один-два человека, кто не сможет развернуться по каким-то техническим причинам, давайте посмотрим. Мы всех крымских татар водителей отправили? Всех отправили. Мы в первую очередь отправили крымских татар. Если есть еще один-два, там не отправили, давайте отправим. Если не поймут, то мы сможем им убедить, что подвиги. Мы сами жертвуем. Лонин. Спасибо. Ребята, извините меня, мы другого не будем. Извините. Убежать будете насильно? Что будем делать? Убеждать будете насильно? Нет, зачем вас убежать насильно? Вы просто не проедете и все. Стойте, пожалуйста, кто хочет. Если это была какая-то угроза, то по вашим делам посмотрим. Больше половины. Почему нельзя было пропустить, а потом... Есть соля. Нет, нет, нет. Не слышите, наверное. Давайте по машинам. Хорошо, хлопцы, давайте. Тебе тех, кто до 20-го числа... Сема закрыта. До 20-го, до 30-го, до 38-го. Сема для обслужения закрыта. Все.